Здравствуйте! Дорогие друзья, я вас приветствую из Биологического музея имени Тимирязева, из нашей онлайн-студии Биоэфир. И сегодня в эти новогодние праздники у нас будет необычное занятие «Сказочная химия». Вот они и наступили, зимние каникулы, вы их наверняка с нетерпением ждали. Ну и есть что подождать, потому что это время можно назвать самым сказочным, наверное, самым волшебным временем в году. И вот такое ощущение сказки поддерживается еще тем, что мы сейчас постоянно смотрим различные фильмы, мультфильмы, спектакли, представления. И все они основаны на сказочных волшебных сюжетах. И вот такую сказочную атмосферу мы можем поддержать даже у нас в музее, даже в нашей студии, в нашей студии-лаборатории. И сейчас пройдет занятие, как я уже говорила, «Сказочная химия». Мы попробуем вспомнить разнообразные сказки, которые написаны давно или недавно, которые написаны зарубежными авторами или нашими отечественными. И попробуем эти сказки немножко приукрасить, немножко добавить в них спецэффектов с помощью химических экспериментов. На самом деле, с помощью такой необычной науки, как химия, можно сделать, ну, наверное, чудеса. Такие волшебные и сказочные, которые можно встретить только в книжках с фантастическим сказочным сюжетом, в книжках или в фильмах. И вот с помощью химических экспериментов мы с вами попробуем воспроизвести некоторые сказочные пейзажи. Такие необычные пейзажи, которые вряд ли в реальной жизни вы когда-нибудь встретите. Ну, наверное, вы знаете такую русскую народную сказку, которая называется «Гуси-лебеди». Наверняка вы ее читали или, может быть, взрослые вам ее читали когда-то. И вы наверняка помните сюжет, помните, как у девочки маленькой просто-напросто украли брата. Не доглядела она за ним, и пролетели эти птицы, слуги бабы-яги, мальчика украли и отнесли туда, к ней, в избушку бабы-яги. И вот маленькая девочка, сестренка отправилась на его поиски, и по дороге ей там встречались очень необычные персонажи. Это и говорящая печка, говорящая яблоня. Ну, еще там был один, даже не знаю, можно это назвать персонажем или нет, там была необычная река. Если вы помните, река была молочная, и у нее еще были очень необычные берега. Берега у нее были кисельные. Конечно же, вот такую реку, да еще с кисельными берегами, мы вряд ли встретим в природе. И вот сейчас с помощью химических экспериментов мы попробуем повторить цвета той самой реки и ее берегов. Ну, с рекой, наверное, понятно, она должна быть белого молочного цвета. Сейчас мы попробуем вот в таком химическом сосуде, длинном и тоненьком, не тоненьком. Он называется пробирка, и вот сейчас в этой пробирке я попробую получить цвет молочной реки. Для того, чтобы этот эксперимент получился, я возьму две жидкости. У них есть специальные названия, чуть позже я их вам озвучу. И вот эти две жидкости я буду в пробирках, в пробирке смешивать. Ну, по порядку. Сначала я возьму такую вот желтоватую по цвету жидкость и добавлю ее в одну из пробирок. Ну, когда эта жидкость налита в стакан, кажется, что она ярко-желтая. Ну, когда я ее добавляю в пробирку, цвет, видите, бледнее. Ну, это связано с тем, что на стакане появился такой налет, и кажется, что цвет у этой жидкости ярче. Так вот, такая вот светло-светло-желтая жидкость. И еще одна прозрачная, бесцветная жидкость. Я ее беру в другую руку и добавлю в эту же самую пробирку. Смотрите внимательно на дно пробирки, что будет происходить. Вы видите, что на ваших глазах в пробирке получился белый, молочно-белый раствор. Очень он напоминает действительно молоко, но, конечно же, такое молоко ни в коем случае пить нельзя. Ну, вообще в лаборатории, находясь химической, ничего есть и пить ни в коем случае нельзя, потому что некоторые вещества могут быть просто-напросто ядовитыми, опасными для человека. Ну вот, цвет молочной реки получился. Я его пока откладываю в сторонку, потому что нам понадобится еще получить окраску кисельных берегов. Ну, кисель на самом деле может быть разного цвета. Изначально, когда его только-только начинали готовить, он был не очень яркий, не очень, может быть, даже приятный на вид. Он был такого бесцветного, серого цвета, потому что заваривался из крахмала или из овсяной муки. Но со временем в этот кисель, ну, может быть, и даже довольно давно стали добавлять разные ягоды, варенье, чтобы его цвет и вкус приукрасить. И вот представим себе, что мы готовим кисель из черной смородины или из малины. Ну, и цвет у этого киселя будет такой соответствующий, яркий. И вот его окраску я уже повторю в другой пробирке, в другом химическом сосуде, ну и, конечно же, с другими веществами. Для этого понадобятся еще две жидкости. И, как вы уже заметили, эти жидкости прозрачные, бесцветные, никакой окраской не обладают. Но посмотрим внимательно, что будет происходить, когда они вместе в пробирке встретятся. Для начала, да, из одной колбы, вот этот сосуд называется колба. Из него я добавляю немного жидкости в пробирку, закрываю, откладываю в сторонку и добавляю вот из такой капельницы. Такая баночка называется капельница, потому что сверху у нее есть пипетка, которая позволяет по каплям добавлять жидкость туда, куда нужно. Набираю немного ее в пипетку и добавляю. Внимательно смотрите, что на ваших глазах происходит. Два раствора смешались вместе. Сейчас это жидкости вместе перемешаются. И вы увидите, что в пробирке получится вот такой вот ярко-малиновый раствор. Ну, чем-то он напоминает цвет такого дояркого-яркого варенья, которое можно было бы в кисель добавить. Ну вот, такой яркий цвет получился. Я его ставлю в штатив. Можно на него продолжать любоваться. Наверное, интересно узнать, как эти эксперименты получились. И я вам их сейчас постараюсь объяснить, что на ваших глазах сейчас происходило. Начнем мы с первого эксперимента, когда мы получали с вами молочную реку, ее окрас. Для этого опыта мы брали два раствора. Я вот сейчас поближе их вам покажу. Это химические соли. Слово соль, наверное, вам знакомо. Вы с одной солью точно сталкивались дома, на кухне, в любой квартире это вещество найдется. И вот у того вещества, которое мы используем в пищу, есть специальное название. Это соль, которую мы едим, называется хлорид натрия. И на самом деле, если вы придете в лабораторию, вы таких солей подобных встретите огромное количество. И у всех у них есть не очень простые названия. И вот какие-то соли хорошо растворяются в воде, какие-то вообще в воде не растворяются. И вот в этом эксперименте участвовало две соли, которые хорошо растворяются в воде. Это можно их название, не знаю, видно вам или нет, прочитать. Нитрат бария и сульфат железа. Эти соли хорошо растворяются в воде, но когда они встречаются вместе, когда между ними происходит химическая реакция, образуется третья новая соль, которая в воде не растворяется. И говорят еще химики, выпадает в осадок, то есть опускается на дно. И можно это увидеть. Вот в этой пробирке, видите, уже немножко совсем времени прошло, и этот осадок опускается. Сверху остается прозрачный раствор, а вот эта белая новая соль опускается потихонечку вниз. Так, это молочная река. Теперь очередь кисельных берегов. Тоже было две жидкости. Одна из них это химическая щелочь. У химиков на самом деле в лаборатории много таких веществ, может быть вы о них еще не слышали, но вы с ними сталкивались. Например, сода, разные моющие средства, в их составе есть щелочи. И кроме щелочей есть еще в химической лаборатории разнообразные кислоты. И вот чтобы эти жидкости друг от друга отличить, химики используют такие вещества, которые называются индикаторы. Они помогают узнать, какой перед нами раствор, кислота или щелочь. И вот здесь один из индикаторов, это фенолфталиин. Он очень-очень ярко реагирует на щелочь. Когда он с ней встречается, он становится малинового цвета. И вот такой эффект мы сейчас с вами увидели. Ну вот, я думаю, пока химических пояснений достаточно. Двигаемся дальше. И наверняка вы помните сказку в стихах, которую написал Корней Иванович Чуковский, знакомый вам поэт и писатель. Так вот, по сюжету этой сказки наступила вдруг не с того, ну правда не с того, не с сего, по одной причине темная-темная ночь. Дело в том, что одно животное с большой пастью, с большими зубами проглотило солнце. Помните же наверняка этот сюжет и сказку «Краденное солнце». И за одно мгновение на земле наступила темная-темная ночь. И вот сейчас такая темная ночь должна наступить в пробирке. Для этого я тоже возьму два вещества. Во-первых, вот такой красивый голубой раствор. И еще одну жидкость. Это уже жидкость, ну на самом деле в лаборатории она есть, и дома в аптечке эта жидкость тоже наверняка у вас должна быть. Ну вот, зачем я беру раствор голубого цвета? Эта жидкость у нас будет символизировать день, потому что, чтобы понять, как день на ночь меняется, сначала увидеть нужно, как будет выглядеть ясный солнечный день. И небо именно в этот момент дня, суток, да, вот такое ярко-голубое. И сейчас, да, я к себе поближе эти стаканчики все же поставлю, чтобы мне было удобнее работать. И по очереди сначала одну жидкость добавлю в пробирку. Вот она красивая, ярко-голубая. И примерно такое же количество жидкости другой. Добавлю туда же, где и голубой раствор. Но прежде чем я смешаю эти жидкости, я все-таки перелью в пробирку, чтобы я могла понимать, чтобы количество этих растворов было примерно одинаковым. Так вот, одна жидкость прозрачная, другая небесно-голубая. Смотрите внимательно, что будет, когда они встретятся. Вы видите, что на ваших глазах, да, моментально, появился вот такой вот красивый, ярко-синий, темно-темно-синий даже, может быть, темно-фиолетовый цвет. Ну, до низа он что-то не дошел, да. Но я попробую перемешать. Ну, или сделать вот так. Да, и вот, пожалуйста. Тут нужна мне салфетка, конечно же, чтобы вытереть руки. Пожалуйста, видите, какой цвет получился. И нужно, кроме того, чтобы вытереть руки, сделать еще одну вещь. Нужно пробирку закрыть ватой. Я вам потом объясню, почему. Чтобы мы тут просто в лаборатории могли спокойно дышать. Так, закрыла. Теперь объяснение. Но и обязательно, конечно, надо закрыть вот эту баночку и отложить, ну, пока поставлю сюда. Так вот, что же происходило? Какие мы жидкости смешивали? Ну, да, теперь уже на передний план поставлю их. Можно прочитать, что одна из жидкостей – это медный купорос или сульфат меди. Такие голубые есть кристаллики. Кстати, вот такая соль в виде кристалликов в сухом виде. Тоже могу вам ее показать. Если эти кристаллики растворить в воде, растворить, да, ну, только, да, открыть, взять их ложечкой, перемешать в стаканчике с водой, то получится такой вот голубой раствор. Кстати, эта соль может быть вам знакома. Если у кого-то есть дачи, плодовые деревья, то иногда вот этой солью, этим раствором деревья обрабатывают от болезней и от вредителей. Но с этой солью нужно быть поосторожнее, поскольку она не самое безопасное вещество. Так вот, раствор медного купороса, раствор сульфата меди, нужно смешать для такого вот эффекта с еще одной жидкостью. Она на самом деле полезная такая жидкость, используется в медицинских целях, и наверняка есть эта жидкость в аптечке. У нас дома это раствор аммиака. Но у этой жидкости есть одна неприятная особенность. Она с одной стороны неприятная, но с другой стороны полезная. Из-за этого ее, в общем-то, используют. Она очень неприятно пахнет. А если вдруг происходит такое, что человек теряет сознание, падает в обморок, ему нужно помочь, привести его в чувство. Ватку аккуратно смачивают этой жидкостью, подносят к носу человека, который потерял сознание, и он приходит в себя. И вот этот резкий запах резко бьет в нос, и человек очнется. Так вот, да, из таких веществ, в общем-то, доступных дома, можно этот эксперимент попробовать повторить. Но я хотела бы вас предупредить, если вы эти эксперименты будете дома повторять, обязательно со взрослыми, и обязательно очень аккуратно и очень осторожно. Ну вот, вот таким вот образом получилась окраска, ну действительно напоминающая цвет ночного неба. Мы с вами увидели, как день на ночь меняется мгновенно. Но вы, наверное, помните сказку, где день на ночь менялись тоже довольно быстро, а происходило это потому, что главный герой этой сказки жил на очень маленькой планете. Ему нужно было просто немножко походить по своей планете, перебраться с одного места на другое совсем недолго, и можно было любоваться, например, красивым закатом или восходом столько раз, сколько ему хочется. Вспомнили эту сказку, она называется «Маленький принц». И действительно, главный герой жил на очень крошечной планете, но, тем не менее, помещались на этой планете у него еще вулканы, которые были и потухшими, и действующими. И вот на действующих вулканах «Маленький принц» умудрялся разогревать себе завтраки. И вот сейчас такое миниатюрное извержение вулкана, совсем небольшой вулканической горы, мы с вами и посмотрим. Но для того, чтобы это извержение началось, конечно же, для начала нужно такую вулканическую гору создать. Она будет состоять из таких оранжевых кристалликов. Для этого я открываю такую пластиковую банку. Она заполнена вот такими оранжевыми кристалликами. Это еще одна химическая соль. Я небольшое количество этой соли высыпаю сверху на специальную подставку. На этой подставке есть такая азбестовая сетка, которая не препятствует распространению огня, наоборот, препятствует, чтобы пламя не распространилось по нашей лаборатории. И я сейчас должна эту вулканическую гору зажечь, чтобы началось извержение. И для этого я беру такие вот большие спички, чтобы не обжечь руки, и эту спичку зажгу, а потом поднесу пламя к жерлу вулкана. И для того, чтобы этот эксперимент прошел более эффектно, мы попробуем выключить немного, приглушить свет. Я спичку зажигаю, жду, пока она разгорится, и аккуратно эту спичку подношу к жерлу вулкана. И вот начинается, начинается то самое извержение. И как при настоящем извержении вулкана высыпается из его жерла пепел и искры. И напоминает чем-то даже новогодние бенгальские огни. И, да, настроение сразу становится праздничным и новогодним. Но, как и бенгальские огни, этот вулкан извергается недолго. И вы видите, все меньше и меньше искр и пепла. И все, закончилось извержение. Ну, свет можно, да, включить и продолжить. Вот так вот эффектно, с такими яркими искрами горит одна химическая соль. Бихромат аммония. У нее вот такое необычное, да, длинное, ну, у большинства химических веществ такие сложные названия, длинные. И вот с таким ярким эффектом эти кристаллики горят. Ну вот, на вулканических горах мы с вами, да, побывали, извержение посмотрели. Но теперь я вам рекомендую наоборот с гор спуститься и погрузиться на морское дно. Тем более, очень много сказочных сюжетов связано с тем, что главные герои либо опускались на морское дно, либо там все время жили. И с ними там какие-то происходили приключения. И вот сейчас такой вот уголок морского дна с водорослями и кораллами на дне мы попробуем вырастить. Для этого я пробирки пока все-таки отодвину в сторону и возьму сначала химический стакан. Вот именно в нем мы будем выращивать морское дно. по крайней мере его обитателей. И вот кораллы и водоросли, которые на морском дне должны поселиться, вырасти, должны появиться из кристалликов, из разных химических солей. Их я возьму четыре штуки. Они разного цвета, из кристаллики разной формы. И я постепенно по очереди буду ложечкой каждый этот кристаллик, каждый вид кристалликов вынимать и на дно стакана помещать. Ну, вот такие вот ярко-зеленые кристаллики. Для начала возьму их. Небольшое вот совсем количество опускаю в стакан. Так, одна соль на месте. Теперь остальные точно так же должны оказаться внизу. Ну, вот знакомый вам уже, да, медный купорос туда же отправляется. Вот такие вот кристаллики светло-зеленого цвета туда же. И еще один вид кристалликов, такие вот кирпично-красные. Еще одна химическая соль. Аккуратно добавляю вниз. Ну, вот эти кристаллики нам уже сейчас не понадобятся. Я их отставлю в сторону. И тот слой солей, который остался на дне, я вот так вот добраться другой стороной ложки, вот так вот равномерно постараюсь распределить по дну стакана. И, конечно же, сами по себе эти кристаллики просто так не вырастут. Нужно на них подействовать специальным раствором, специальным веществом. Оно тоже у меня вот здесь есть. И это полупрозрачная жидкость. Я чуть попозже скажу, что это такое. И я эту жидкость аккуратненько на кристаллики сверху заливаю. И мы немножечко ждем. Так. И вот можно вот с этой стороны увидеть, что некоторые из кристалликов начинают вытягиваться, расти вот в такие необычные формы трубочки. Извилистые, иногда длинные, иногда покороче. И прямо на ваших глазах вот это морское дно вырастает. Можно со всех сторон посмотреть. Где-то они вырастают получше, подлиннее, где-то покороче. но на самом деле нужно еще немного подождать. Они будут продолжать свой рост. И к концу нашего занятия можно на них еще раз взглянуть и посмотреть, что же там появилось, что выросло. Ну, а пока можно этот стаканчик отложить в сторонку, отставить, можно на него поглядывать, если он будет в кадр попадать, и еще пронаблюдать, как эти кристаллики будут расти. Что же происходило? На самом деле здесь были 4 вида действительно химических солей. Это если нужно, могу я вам их назвать, не обязательно конечно же их запоминать, это были нитрат кобальта, нитрат никеля, сульфат железа и сульфат меди. И самое интересное, конечно же, это жидкость, которой я эти кристаллики заливала. Она на самом деле доступная. Это обычный канцелярский силикатный клей. И он такой полупрозрачный, мутноватый. И его нужно примерно в два раза разбавить водой. И вот этим раствором залить кристаллики. И они начинают себя необычно вести. И вырастает действительно как будто бы подводное морское дно. Ну вот, водоросли и кораллы у нас получились. Ну водоросли это растения. Кораллы кстати это растения или животные, как вы думаете? Ну на самом деле кораллы это все-таки животные. Но мы вернемся в общем-то к растительной теме. И вы наверняка во многих сказках встречали различные растения. Причем они могли быть привычными для нас, либо какими-то необычными даже говорящими, например, как говорящая яблоня. И есть еще одна красивая сказка «Аренький цветочек», где немаловажную роль как раз играет вот это красивое растение. И сейчас вот такой аленький цветочек тоже мы попробуем воссоздать. Для этого я возьму вот такой цветок из бумаги. Конечно же он сейчас на аленький цветочек не похож. Может быть его форма чем-то напоминает. На самом деле это вырезанные из бумаги лепестки, которые закреплены на проволоке. Это обычная скрепка развернутая. и закреплено это все еще скотчем. И вот такой вот цветочек я попробую опустить в стакан. Стакан не пустой, на его дне есть немножко прозрачной жидкости. Я попробую просто-напросто без всяких действий этот цветок опустить на дно. И можно на него посмотреть. Но на самом деле если мы на него будем смотреть минуту, две, десять, да целый час, если мы будем на него смотреть, ничего вот так вот с ним не произойдет. Потому что одной жидкости, которая находится на дне, недостаточно для того, чтобы цветок приобрел ту самую нужную нам окраску. Поэтому я цветок пока достаю, дай его нужно стебелек протру салфеткой, чтобы он меня не испачкал, и попробую лепестки подкрасить. Помните сказку Алиса в стране чудес? Там королева по сюжету приказала посадить красные розы, но садовники что-то там перепутали и выросли розы не красные, а белые. И вот чтобы их королева не казнила, садовники красной краской эти розы перекрашивали. Я же сейчас возьму кисточку и краску, но правда не красную, а бесцветную, и этой кисточкой и краской попробую лепестки сверху ну так вот смочить. Ну вы видите, что опять же то, что нам хочется, тот цвет, который мы ждем, пока никак еще не проявляется. Нужно еще чуть-чуть подождать, пока я все-все лепестки подкрашу, чтобы они пропитались этой жидкостью. и вот уже в таком виде, я думаю, стоит обратно в стакан этот цветок вернуть. Сейчас я отставлю в сторону, чтобы ничего нам обзору не мешало. Цветочек подкрашенный, опускаю его вниз, и мы на него смотрим. И вот здесь уже ну сколько, 5 секунд прошло, и вы видите, что лепестки начинают менять свой цвет. Сначала по краям, а потом все дальше и дальше появляется все вглубь лепестков заходит вот эта малиновая красивая очень окраска. Вы видите, на ваших глазах сначала получится как будто бы лотос такой, с нежно-розовыми краями лепестков, но со временем весь цветок станет ярко-малиновым. Как же это происходило? Внизу действительно была жидкость, мы это уже заметили. Ну и еще одна жидкость, она была сверху на лепестках. И вот когда эти две жидкости встречаются, то появляется вот такой красивый эффект. Похожий эксперимент мы сегодня видели, но правда в пробирке. Когда у нас две жидкости встретились внутри сосуда такого химического, и цвет у них поменялся, и они стали ярко-малиновыми. Вот здесь встреча похожих веществ произошла, но как же они встретились, если одно вещество внизу, а второе на лепестках. А дело в том, что то вещество, которое на дне, оно испаряется. Его пары бесцветные, и они заполняют этот стакан, мы их просто-напросто не видим. А когда мы поместили в стакан подкрашенный цветок, тут-то эти два вещества на лепестках встретились, и окрасили его в ярко-малиновый цвет. Но роль такой щелочи, внизу, которая с фенолфталиином взаимодействует, был раствор на самом деле аммиака. Тот самый, который у нас участвовал в опыте с ночным небом. И второе вещество я уже назвала, этот индикатор фенолфталиин, который вместе со щелочью дает малиновую окраску. Ну вот, цветочек я тоже отставлю в сторону, на самом деле мы, наверное, к нему еще вернемся чуть попозже. А сейчас мы поговорим тоже про необычные сказочные вещества, которые вы наверняка даже не вещества, а предметы сказочные видели, встречали во многих сюжетах. Это, знаете, для таких, ну, например, шапка-невидимка, такие предметы, которые могут людей делать невидимыми. Да, вот та же самая шапка-невидимка или мантия-невидимка, или кольцо, например, которое можно надеть на палец и исчезнуть. Вот, у нас будет сегодня жидкость-невидимка, которая будет прятать жидкость другую. Для этого мне понадобятся опять же пробирки и вещества. Прятать мы с вами будем жидкость, которая вам знакома. Это раствор йода. Он в аптеке продается вот в таких сосудах специальных, темных. Для удобства я его перелила в такую капельницу и из нее буду переливать в пробирку. и жидкость, где мы будем йод прятать, тоже перед вами. Пока я не буду говорить, что это такое. Эта жидкость очень похожа на обычную воду. Тоже ее для примера сюда поставлю. И можно сравнить, как йод взаимодействует с водой и как с этой жидкостью-невидимкой. Но для начала я попробую взять воду и пробирку и добавить немного воды туда. Обычная вода, просто из-под крана. Да, ну, чтобы было лучше видно, давайте это все отодвинем в сторону. И я в пробирку с водой добавлю немного йода. Ну, вы, наверное, знаете, что произойдет в воде спрятать йод не получится. Вода станет вот такого коричневого цвета, чем-то напоминающей чай, например. Вот, и мы тут видим, что что-то не так. Вода все-таки подкрашена. А если взять вот ту самую жидкость-невидимку, взять еще одну пробирку, добавить совсем немного этого вещества в нее, и вот теперь я добавляю такое же количество йода. Внимание! сначала жидкость окрашивается, но немного времени проходит, и все, жидкость прячется, обесцвечивается, вот так эта невидимка работает. Но на самом деле вот этот эксперимент тоже можно дома повторить, он несложный. С йодом все понятно, а что же за жидкость-невидимка? Это на самом деле раствор аскорбиновой кислоты. в аптеке можно найти порошок аскорбиновой кислоты, есть у этого вещества еще одно название, витамин С, так, наверное, даже вам больше знакомо это вещество, и часто это лекарство прописывают, да, после простудных заболеваний, ну, чтобы иммунитет как-то свой поддержать, и вот такой порошок аскорбиновой кислоты нужно растворить в стаканчике с водой, получится прозрачная жидкость, и вот она обладает такой необычной особенностью, она может йод прятать. Ну вот, про жидкости-невидимки мы немного с вами поговорили, но вы наверняка читали не только сказки, но и разные там шпионские истории, наверняка детективные какие-то истории, где встречались надписи-невидимки, такие послания, которые можно написать невидимыми чернилами, чтобы их смог прочитать только тот человек, кому это послание направлено, чтобы никто другой прочитать не сумел. И наверняка вы слышали, что можно делать надписи молоком, лимонным соком, какими-то другими веществами, потом их проявлять высокой температурой, еще как-то нагревать, держать над свечой, но я сейчас вам покажу немножко эксперимент другой, химические невидимые чернила. Я возьму такой вот картон, и на этом картоне, но я правда не буду оставлять никаких тайных посланий, я попроще поступлю, я какую-нибудь простенькую надпись на этом листе сделаю с помощью кисточки, да, и с помощью вот этой жидкости невидимки. Ну, раз уж у нас такой, праздник сейчас, да, новогодние каникулы, я думаю, что ограничусь я просто-напросто цифрой, тем самым, да, Новым годом, который уже наступил, да, ну, чтобы не очень нам усложнять работу, вот такая вот цифра, да, которая будет символизировать у нас новый наступивший год. Но вы видите, сейчас эта надпись видна, ну, потому что жидкость не успела высохнуть и придется подождать, не нужно сразу отправлять такое послание, да, нужно дождаться, когда следы его исчезнут и потом уже проявить эту надпись. Поэтому, ну, куда-нибудь в сторонку, так, чтобы вы видели, я этот лист бумаги отложу прямо вот сюда и мы к нему вернемся чуть-чуть позже и эту надпись попробуем проявить. Ну, а чтобы мы с вами не ждали, да, и не скучали в этот момент, можно что сделать? Можно вернуться вот к такому цветку. Вы видите, да, как я уже говорила, лепестки у него окрасились и все стали ярко-малинового цвета. Я сейчас попробую этот цветок из стаканчика вытащить и на него немножко так слегка подуть. не очень, конечно, это быстро происходит, но все-таки постепенно цвет у этих лепестков становится не таким ярким. Дело в том, что вот эта жидкость, которая была на дне стаканчика, испаряется, улетает, разлетается во все стороны и окраска у лепестков теряется. А когда я на лепесток дую, происходит это испарение быстрее. можно еще подуть. Но вы видите, если подождать еще минуты 2-3, лепестки станут такими же бесцветными, как и были в самом начале. Но на самом деле можно даже не ждать того момента, когда они полностью обесцветятся, потому что уже сейчас можно увидеть один интересный эффект. Смотрите, я вот этот цветок попробую опустить обратно в стакан. То есть я не буду его подкрашивать, я не буду с ним ничего делать, просто обратно в этот стакан я его опущу. И вы увидите, что уже гораздо быстрее окраска этого цветка восстанавливается и становится такой же ярко-розовый, как была раньше. Еще быстрее, чем было в самом-самом начале эксперимента. Ну вот, этот цветок я тоже пока уберу. И можно вернуться, кстати, к тем самым водорослям. Можно их еще поближе, еще раз посмотреть, можно вот так вот их со всех сторон поразглядывать и понаблюдать, какие заросли внутри получились. Сразу не все кристаллики вырастают, те кристаллики, которые меньшего размера, чуть медленнее растут, но тем не менее они тоже постепенно подрастают подрастают образуют вот такие необычные подводные, как будто бы подводные заросли. Конечно же, это не настоящие водоросли и кораллы, это кораллы химические. Ну и с этим экспериментом мы тоже с вами разобрались. Ну, а теперь можно посмотреть на надпись. Вы видите, что на этой бумаге практически не осталось никаких следов. Ну, даже пятнышек каких-то не очень заметно. И вот сейчас нужно эту надпись пропавшую вновь вернуть и проявить. Для того, чтобы вам было лучше видно, я эту бумагу закреплю на такой подставке и возьму проявитель. Этот проявитель нужно аккуратно перелить немножечко, небольшое его количество на вату. И вот этой ватой уже нужно надпись проявлять. Вот такая вот белая вата, прозрачная жидкость. Немного я этой жидкости переливаю на вату. И смотрите внимательно, что будет, когда я этой ватой по листу картона провожу те цифры, которые пропали, которые исчезли, высохли, сейчас с помощью проявителя стали яркими, заметными, да, и их можно уже легко прочитать и понять, что здесь написано. Ну, вот на таком вот ярком эксперименте, да, на такой нашей новогодней цифре я наши сказочные эксперименты заканчиваю. Счастливого вам Нового года! Спасибо большое за внимание!